Здравствуйте, я доктор Алиса, и я невролог клиники ДОКДЕТИ. Я занимаюсь редкими заболеваниями и сотрудничаю с межрегиональной общественной организацией РАДУЖКА. С помощью организации мы на базе клиники ДОКДЕТИ открыли Центр редких заболеваний исключением органозрения, и мы помогаем нашим пациентам с различными заболеваниями генетическими исключением органозрения и улучшаем их качество жизни. К дню редких заболеваний, который будет в конце февраля, мы решили записать несколько лекций по нашим пациентам, которые у нас новенькие в программе. Раньше у нас были программы только для пациентов с аноридией и альбинизмом, а сейчас у нас есть программы для детей и взрослых с синдромом Петерса и Петерс плюс и синдромом Аксенфельда-Ригера. Эта лекция будет о синдроме Петерса плюс. Нам помогает также фонд созидания, который оплачивает наши программы помощи детям, и также у нас есть грантовая программа при поддержке фонда президентских грантов, с которой мы путешествуем по разным городам, рассказываем лекции нашим коллегам и смотрим большое количество пациентов. Итак, я наверное начну. Первый слайд у меня будет офтальмологический, и помогала мне его делать наша главная офтальмолог Татьяна Кулакова. Естественно, я не офтальмолог, я невролог, и я прошу прощения, если на слайде будут какие-то неточности. Начнем мы с дисгенезии переднего сегмента. Вообще, это огромная гетерогенная группа генетических нарушений развития органа зрения. На слайде отмечено, где передний, где задний сегмент. Клинические особенности дисгенезии переднего сегмента могут включать достаточно разные аномалии от гипплазии радужной оболочки до эктопихрусталика синехии между радужкой и задней поверхностью органицы. Там очень большой спектр проблем, которые могут быть, и иногда дисгенезии переднего сегмента делят на различные подтипы, включая неритию, аномалию Оксенфельда, аномалию Ригера, иридагонию дисгенез и аномалию Петерса и задний эмбриотоксон. Сегодня, в первую очередь, я буду говорить об аномалии Петерса. Начну с несиндромальной. Для несиндромальной аномалии Петерса характерно помуднение центральной части роговицы, истончение задней части роговицы и иридокорнеальные спайки. На слайде фотографии из статьи я подписала, кто ее автор, потому что на самом деле фотографировать пациентов с аномалией Петерса иногда бывает очень сложно, особенно если это Петерс-Полиус, расскажу почему. И аномалию Петерса некоторые авторы делят на первый и второй тип. Первый тип – это более легкая форма, второй тип – более тяжелая форма, которая связана с худшим прогнозом по зрению. Что беспокоит наших пациентов с аномалией Петерса? Это слабовидение или слепота, это нестагм, это светобоязнь. Обычно у этих пациентов двустороннее поражение, но это не обязательно. А также может сочетаться с другими аномалиями. Ну то есть мы можем не всегда видеть аномалию Петерса, мы можем иногда видеть настолько сильное помутнение центральной части роговицы, что мы не всегда поймем, что это аномалия Петерса. Распространенность этой аномалии от трех до шести на десять тысяч в популяции. Но вот о чем я и сказала. Иногда помутнение настолько обширное, что мы не можем назвать конкретный тип дисгенезии переднего сегмента. И нам остается только предполагать по каким-то другим признакам, что это может быть аномалия Петерса. Аномалия Петерса не синдромальная, она практически никогда в раннем возрасте не отличима от аномалии Петерса плюс, про которую мы будем говорить. Ну то есть здесь на слайдах есть слева, это ребенок очень активный, поэтому снять его было очень сложно. Видео предоставлено нашей Татьяной Кулаковой, у нее будет отдельная лекция, где будет подробнее рассказано про офтальмологию этих синдромов. Но я расскажу общие черты и как офтальмологу или врачу общей практики понять, что у него на приеме такой ребенок. А собственно, зачем нам вообще это понимает, почему нам важно не пропустить ребенка с синдромом Петерса плюс. Ну, во-первых, потому что эти дети нуждаются в более частом наблюдении команды специалистов. У этих детей чаще встречаются различные нарушения развития, я о них попозже расскажу. А при каждом нарушении развития нам важно как можно быстрее его обнаружить и помочь. Мы можем оказать качественную помощь этим детям. Ну то есть наш центр редких глазных заболеваний, его контакты сейчас на слайде, он может помочь с докторами, которые разбираются в этих расстройствах, которые имеют большой опыт работы с такими пациентами. И они могут больше рассказать родителям о заболевании детей, потому что очень часто именно информация о прогнозе, о проблемах, которые могут быть, дает родителям возможность немножко расслабиться и начать что-то делать для ребенка и для себя, потому что редкий ребенок это всегда нагрузка психологическая, в том числе на родителей. И мы можем предоставить эту информацию родителям, чтобы они были более спокойны, что за ребенком наблюдают квалифицированные доктора, за ребенком всегда будет какой-то присмотр, и мы всегда успеем предотвратить какие-то осложнения, а также мы расскажем, как вмешаться, если у ребенка есть какое-то нарушение развития. Также важно понимать, что риск рождения ребенка с синдромом Петерса плюс в семье снова это 25%. Это на самом деле очень много, потому что это рецессивное заболевание, и обычно родители, мама и папа являются носителями патогенной мутации в гене синдрома Петерса плюс. А значит, у нас есть вероятность, что это повторится в семье, и с помощью технологии современной генетики мы можем помочь семье родить ребенка без заболевания. Какие красные флаги у синдрома Петерса плюс? На что вы можете как офтальмолог или как врач общей практики обратить внимание, или, может быть, нашу лекцию будут смотреть родители, и они тоже посмотрят и поймут, что, да, кажется, у ребенка есть эти признаки, и они поскорее придут к нам. На самом деле, да, здесь сегодня моя цель еще и привлечь побольше пациентов, потому что мы многое можем для них сделать, и нам важно, чтобы они к нам приходили, они нас могли найти. Так вот, на что мы смотрим в плане красных флагов? Это низкорослость. Этот признак есть практически у всех пациентов с синдромом Петерса плюс, не изолированным, а именно синдромальным. И укорочение конечностей, нарушение развития, я подробнее расскажу, как и конкретно. У этих детей есть необычные черты лица, но это не всегда обращает на себя внимание. Что может обратить внимание на себя? Это ушные ямки, вот такие вот, как на слайде, но они могут сыграть с вами злую шутку. У меня будет кейс, на котором я это расскажу. Также у этих детей могут быть врожденные пороки сердца, мочеполовые аномалии, а также расщельные нёбы и губы. Это принципиально важно, потому что эти аномалии важно скорректировать в раннем возрасте, и обычно у тех детей, у которых была расщелена нёба, может впоследствии обнаружиться кондуктивная тугоухость, по крайней мере по исследованиям так. Также у них бывают структурные пороки развития головного мозга, и есть дети, у которых описан врожденный гипотиреоз, но это необязательный критерий, но тоже может быть. К самому гену. Как я уже сказала, синдром Петерса плюс – это аутосомно-рецессивный тип наследования. Это означает, что мама и папа являются носителями патогенной мутации. Иногда это разные мутации, иногда это одна и та же мутация, как в случае этого мальчика, например. Я о нём сейчас расскажу. И когда они встречаются, они передают своему ребёнку по одной мутации каждой. Соответственно, у ребёнка получается две патогенные мутации, которые являются причиной синдрома Петерса плюс. Ген находится на 13-й хромосоме, он называется B3GLCT. И нам очень важна в случае с синдромом Петерса плюс генетическая диагностика. Потому что, как я уже сказала, в раннем возрасте мы не всегда можем отличить ребёнка с синдромом Петерса, с которым достаточно часто встречаются офтальмологи, и там не нужно какое-то более расширенное наблюдение. Я попозже расскажу, потому что мы берём детей с синдромом Петерса без синдромальной патологии, и мы им тоже помогаем. Но там не нужно более расширенное наблюдение большой команды специалистов. А для ребёнка с синдромом Петерса плюс это обязательно нужно. Ребёнок на слайде — это ребёнок из статьи. Я не привожу наших детей по одной простой причине. Дело в том, что синдром Петерса плюс — это очень редкая патология. На самом деле статистики даже как таковой нет, ну то есть тут можно редко вообще встретить какие-то описания в литературе. И среди всех наших, по крайней мере, кто пока что получил ответ по генетической диагностике, потому что всё-таки мы заставляем диагноз, когда мы подтвердили две патогенные мутации в гене B3 и GLCT. Если мы не подтвердили, то у нас только Петерс плюс под подозрением. У нас таких детей сейчас много, они находятся на этапе диагностики. А у тех, у кого мы получили диагностики, к сожалению, ну или к счастью, на самом деле здесь не совсем понятно, подтвердились другие синдромы. Я расскажу об одном таком случае. Но вот этот ребенок из статьи — это действительно подтвержденный случай синдрома Петерса плюс. У него есть две патогенные гомозиготные мутации в этом гене. Его родители — родственники. У него, как вы видите, есть достаточно необычный фенотип. Его помутнение глаз видно даже вот на таких слайдах. Его достаточно сложно фотографировать, эти дети все очень активные. Ну то есть наш ребенок тоже там будут немножко смазанные фотографии, потому что сложно очень фотографировать. Как видно, у него есть укорочение пальчиков, у него есть необычные черты лица и на это тоже стоит смотреть. Хотя не всегда черты лица будут вам подсказывать. Скорее будут подсказывать какие-то сопутствующие проблемы. Теперь конкретно по проблемам. Поражение глаз может быть двухстороннее, а может не быть. Ну то есть, если вы видите ребенка с односторонним синдромом аномалии Петерса, но при этом вы видите очень много стигм, это не значит, что это точно не синдром Петерса. Это может быть так. Катракта глаукома может развиться в более позднем возрасте. Менее выраженные симптомы включали даже голубому радужкину. То есть такие дети описаны в литературе. Вариации глазных симптомов могут быть очень значительными в пределах одной семьи. Ну то есть, если рецессивные родители родят у нас двух детей, у них проявления могут быть очень разные. И также могут быть разные проявления на разных глазах одного и того же человека. Могут быть незначительные аномалии, которые могут быть вообще не связаны с нарушением зрения. Поэтому у офтальмологов на них ложится основная ответственность по поиску таких детей и нужно быть насторожен в отношении сопутствующих заболеваний. Сопутствующие сейчас расскажу. Наблюдение офтальмологом для таких детей требуется один раз в три месяца или чаще. Часто мы решаем вопрос по хирургии, потому что у нас с нарядией мы очень осторожно относимся к хирургии. Здесь возможностей для хирургии становится больше. И наши офтальмологи по показаниям направляют детей к офтальмохирургам. Сопутствующий рост. Вот это самое частое, оно есть у всех зарегистрированных пациентов. Но задержка роста может не быть при рождении. Ну то есть на самом деле мы при рождении можем видеть ребенка, который на нижней границе по росту либо вообще нормой. У этих детей зарегистрирован ответ на лечение гормоном роста. Не у всех, но там нужно тестировать естественно. Собственно поэтому у нас будет наблюдение педиатра и эндокринолога для оценки терапии гормоном роста. А диапазон роста у них на слайде. Ну естественно, дальше уже наблюдаться с эндокринологом и понимать, что мы можем еще сделать. Расстройство развития у этих детей, но чаще всего мы говорим об интеллектуальной недостаточности и расстройстве аутистического спектра. Большинство детей имеют эти расстройства, но были описаны дети с легкой интеллектуальной недостаточности или вообще без каких-либо проблем с развитием в плане неврологическом и психиатрическом. Мы рекомендуем наблюдение неврологам, но и не только мы, зарубежное сообщество также делает. 1 раз 6 месяцев для оценки развития на первом, втором, третьем годах жизни. Далее уже по показаниям, если у ребенка есть какие-то расстройства в развитии. Консультация психиатра также по показаниям для диагностики расстройств. Также у этих детей может быть зайчья губа или волчья пасть. Кондуктивная тугоухость встречается именно у тех детей, у которых была эта расщелина неба. Поэтому нам нужна консультация хирурга по показаниям. Но чаще всего мы все-таки, вот конкретно мы, когда дети попадают к нам, уже не встречаемся. Скорее, у нас уже корректированные дети, либо те, у которых не было вообще расщелина неба. Врожденные... А, еще аудиологический скрининг при рождении. Вот это важный момент. Аудиологический скрининг при рождении проводится всем детям, и мы по выписке обычно смотрим, проводился он или нет. Если ребенок достаточно маленький, и мы понимаем, что аудиологический скрининг не проводился, то мы повторим его. В 9 месяцев, если у ребенка будет есть расщелина неба или была расщелина неба, то мы повторяем КСВП обязательно. Также мы повторяем КСВП в более позднем возрасте. Ну, например, если у нас есть подозрения на нарушение экспрессивной речи языка или расстройство аутистического спектра у ребенка, и мы не можем оценить, насколько он слышит, не слышит, скорее мы направим на КСВП повторно для того, чтобы понимать, что мы не пропускаем у ребенка нарушение слуха. У этих детей также может встречаться врожденные пороки сердца. Кардиоскрининг обычно у нас проводится в роддоме, и мы тоже не сталкиваемся с пропущенными пороками сердца, и дальше там уже решаем просто проблемы, вопросы по наблюдению кардиолога. Аномалии мочеполовой системы также могут встречаться, но уже значимо реже. Скрининговые УЗИ практически всегда проводятся в роддоме, и дальше решается вопрос, нужно ли наблюдаться урологом или нефрологом. Структурные пороки развития головного мозга, да, встречаются. Не всегда они видны на нейросонограмме, да и не все дети получают нейросонограммы, и на самом деле по зарубежным данным это не такой уж обязательный метод исследования, как это в нашей стране является, но мы его делаем. Чаще всего мы смотрим на это, но не все аномалии видны. МРТ головного мозга мы делаем только по показаниям, то есть если мы понимаем, что у ребенка есть судороги, у ребенка есть какая-то очаговая неврологическая симптоматика, я направляю на МРТ головного мозга. Но если этого ничего нет, то я не буду просто так направлять нашего ребенка с синдромом Петерса на МРТ головного мозга, только если это МРТ изменит что-то в жизни этого ребенка. А просто так направить на МРТ, особенно если это МРТ с наркозом маленьким детям, мы так не делаем, естественно. Но структурные пороки развития головного мозга встречаются, и бывают даже такие случаи, когда структурный порок развития головного мозга есть, а какой-то патологии, которая к этому привела, нет, такое тоже может быть. Поэтому МРТ головного мозга это не обязательно, НСГ в нашей стране обязательно, чаще всего мы его смотрим, но бывает по-разному. Врожденный гипотиреоз, как я уже сказала, это необязательный тоже признак. Чаще всего он обнаруживается на нашем неонатальном скрининге, который еще и расширенный с прошлого года. И если на неонатальном скрининге выявлен врожденный гипотиреоз, уже дальше ребенок наблюдается у эндокринолога. С чем важно дифференцировать этих детей? На самом деле, за рубежом тоже регулярно читают лекции на эту тему, потому что, опять же, из-за помутнения мы не всегда видим, что там за тип дисгеназ переднего сегмента, что у нас в глазах. Иногда бывает так, что мы не видим никаких сопутствующих на первом году жизни, и в итоге мы выявляем, например, аномалию Петерса изолированную. Она бывает аутосомно-доминантная, аутосомно-рецессивная. Есть много зарегистрированных случаев, когда аномалия Петерса наследуется от одного из родителей. На самом деле, сюда же можно отнести дисгеназ переднего сегмента, то есть их 8 типов. Там тоже можно найти, когда дифференцируем с ребенком с синдромом Петерса. Поэтому расскажу, что мы делаем в качестве генетической диагностики. Но да, вы можете получить и такое, например, какая-то сопутствующая проблема, которую вы подозреваете, относится к какому-то другому заболеванию. Также мы дифференцируем с синдромами, для которых характерна низкорослость. Они на слайде. На слайде девочка с синдромом Корнелии Деланге, мальчик с синдромом Смиталем Леопица и Робинова. Также другие синдромы. То есть, на самом деле, очень много синдромов, для которых характерна низкорослость. И, естественно, мы можем получить любые из них. Синдром Аксенфельда Ригера мы тоже с ним дифференцируем. Различные хромосомные аномалии. Вот это как раз у нас был такой случай, когда к нам пришел пациент, девочка с подозрением на аномалию Петерса. Там тоже было помутнение такое, что мы не совсем могли понять, что там конкретно у нее. И мы направили ее на генетическую диагностику. И уже там нам пришел хромосомный синдром. Эта девочка не была ни с каким-то конкретным синдромом, ни с изолированной аномалией Петерса, ни Петерс Плюс. Это был микродиляционный синдром. И мы смогли лучше рассказать родителям, что ждать, какой прогноз, и прогноз на недорождение в том числе. И еще один момент, с которым стоит дифференцировать, это даблтрабу. Вот о нем сейчас, собственно, я расскажу подробнее. Этот случай, тоже девчонка, пришла к нам, она была очень маленькая, ей было около года. И у нее диагнозом под вопросом был как раз синдром Петерса Плюс. И мы посмотрели ее в нашем центре. Офтальмолог тоже сказала, что не совсем понятно. Ну то есть вот видно, наверное, на слайдах. Слайд, который был перед этим, это тоже были ее глаза. Ну то есть понятно, что у нее очень выраженное помутнение. Фотографии такие, потому что ее очень сложно фотографировать. Она очень активная. Естественно, у нее мы ставили под вопросом расстройства аутистического спектра. Сейчас, в общем-то, ребенок занимается, и ей становится лучше. Низкорослость на тот момент была под вопросом. То есть как раз эндокринолог ее смотрел и сказал, что да, здесь нужно будет наблюдать, возможно, здесь будет. Нарушение моторного развития. Она была задержана. И переорикулярные ямки у нее тоже были. Также у нее был дежвект межпредсердной перегородки, но он там был не такой значимый из-за пора расстройства пищевого поведения. По поводу переорикулярных ямок здесь выяснился момент. Также переорикулярные ямки есть у родной сестры этого ребенка, которая здорова, и у бабушки этого ребенка. Ну то есть мы сразу поняли, что не факт, что здесь все-таки будет синдром Петтерс Плюс, хотя ямки это не патагномоничный признак. И в семье, еще немножко при семье, ни у кого нет анритии. Она вообще пришла к нам изначально по программе анритии, но мы уж потом ее перенесли в другую программу, как раз в только что открывшуюся у нас программу Петтерс Плюс. Но отец ребенка, которого мы не видели на первичной диагностике, он не приехал с ребенком, практически не видит правым глазом. По документам у папы дистрофия радужки, стробизм оперированный, дисбинокулярная амблиопия правого глаза. То есть мы не совсем понимали, что у папы. Но мы отправили на генетическую диагностику. У мамы миопия слабой степени и стробизм. Что же нам пришло? Ну, нам пришло, как вы уже поняли, рассказываю про Double Trouble, две мутации. Первая мутация – это мутация в гене FOX-C1. Я буду рассказывать поподробнее о заболеваниях, связанных с этим геном, в лекции про синдром Аксинфельда-Ригера. Но также там есть и фенотип дисгенез переднего сегмента. Но на синдром Аксинфельда-Ригера эта девочка была не похожа. А вот дисгенез переднего сегмента, ну вот те самые бесконечные количества проявлений, тут, да, глаза это объясняло, но все остальные проблемы с развитием у ребенка это не объясняло. Но мы нашли у нее еще мутацию в гене Smart CD1, а это уже синдром Кофена-Сирис 11-го типа. А вот он самодоминантный, и нам здесь важно было подтвердить по Сенгеру. Ну, то есть мы, когда получили такой результат, мы ожидали, что, потому что мы на второй консультации уже увидели папу, а у папы, да, действительно на одном глазу, на одном, у девочки на двух, и очень тяжелое помутнение из раннего возраста. Папа вторым глазом неплохо видит, и у него только на одном глазу есть проблема. Мы его тоже смотрели. И нам оставалось подтвердить, что вот эта первая мутация в гене Фокс-С1, вот она пришла от папы. А вторая мутация в гене Кофена-Сирис пришла Денова. Ну, то есть Денова, это означает, что ни одного из родителей нет, и так девчонке нашей не повезло, что у нее есть еще одно генетическое заболевание. В общем-то, вариант в гене Фокс-С1 подтвержден у папы. Действительно, у них семейный дисген из переднего сегмента. Мы смогли рассказать семье, каким образом нам можно сделать так, чтобы следующие дети родились без такой клиники. Потому что, ну, как бы папа, у него достаточно неплохая клиника с точки зрения прогноза для зрения. У девочки все достаточно серьезнее. А вот вариант в гене с Марта-С1 мы еще ждем подтверждения по Сенгеру, он на данный момент в работе. Но если так получится, что он будет Денова, ни у одного из родителей этого варианта не будет, то, в принципе, у нас все сойдется. Ну, то есть, глазные проблемы у ребенка от заболевания дисгена с переднего сегмента, а все остальные проблемы, нарушения развития, в частности, у ребенка от мутации в гене с Марта-С1. Ну, в общем, ждем, и такие случаи вам могут попасться. Поэтому, если вы у себя диагностировали пациента, и вы подозреваете у него синдром Петерс-Плюс, направляйте их к нам. Мы поможем вам и с обследованием, и с генетической диагностикой вернем вам пациента с полным планом, что с ним делать, как дальше жить, зачем наблюдать. И родители будут информированы о том, что ждать от заболевания, что это за заболевание, и как дальше быть, если они хотят еще детей обязательно здоровых. Собственно, поподробнее про нас в Центре редких заболеваний и что мы там делаем. Мы находимся на базе клиники Ток-Тети в Москве. Для того, чтобы попасть к нам на программы, которые для пациентов будут бесплатны, нужно зарегистрироваться в программе QR-код для регистрации на слайде. И, собственно, что мы делаем для наших пациентов с синдромом Петерс-Плюс. Наше наблюдение включает, оно делится на разные возраста. То есть ребенок первого года жизни у нас получает консультацию офтальмолога, невролога обязательно. И по показаниям, если мы понимаем, что эти специалисты ребенку необходимы, психолог, кардиолог, хирург, нефролог, уролог и лор. Исследования по показаниям. У нас проводится и УЗИ сердца, различные УЗИ на любой вкус, если нам нужно будет диагностировать что-то или у нас будут сомнения. И мы чаще всего берем гормон щитовидной железы, делаем ЭКГ. Также у нас проводится УЗИ глаз. Там есть свои нюансы. Это офтальмолог решает по показаниям. От 1 до 6 лет консультации офтальмолога, невролога, здесь уже добавляется эндокринолог. Ну, потому что предполагается, что на первом году жизни педиатр справится с наблюдением, и мы толком пока ничего не сделаем в плане лечения. И по показаниям психолог, кардиолог, хирург, нефролог, уролог и лор. По показаниям исследования по сути те же. И уже если ребенок старше 6 лет, там у нас остается однозначно консультация офтальмолога, а уже я как невролог иду, если я нужна, конечно, я буду консультировать. В том числе я помогаю нашим пациентам с генетической диагностикой. Поэтому в любом возрасте наши пациенты с синдромом Петерса Плюс попадут ко мне, если им нужно будет распределение на генетическую диагностику, объяснение, что это за методы, как, как долго ждать, ну и все нюансы по генетическому консультированию. Программа наблюдения для детей с аномалией Петерса. Ну, то есть мы не бросаем своих пациентов. Если нету каких-то синдромальных, мы только рады. И мы тоже будем наблюдать таких пациентов. И здесь они получат консультацию офтальмолога-невролога. Показаниям психолога УЗИ-глаз. В более старшем возрасте, до 6 лет, тоже офтальмолог-невролог. Потому что нам нужно было видеть нарушение развития, которое чаще всего становится видны все-таки после года, там ближе к 2 годам. И старше 6 лет офтальмолог самый главный. А я уже как невролог-психолог УЗИ-глаз по показаниям. Что еще важного мы делаем? Мы предоставляем и помогаем нашим пациентам с бесплатной генетической диагностикой. Нам помогает с генетической диагностикой фонд созидания. Он оплачивает нашим пациентам полное секвенирование экзома. Это наиболее оптимальный метод диагностики, учитывая такой большой круг дифференциальной диагностики. То есть на нем мы увидим мутации в генах синдрома Петерса Плюс и в синдромах Петерса, не в синдромах, а в аномалии Петерса. И также мы сможем увидеть, если там будет какой-то другой синдром, который будет похож на синдром Петерса Плюс. Ну то есть вот эти две мутации были выявлены по полному секвенированию экзома. Поэтому мы можем и такие вещи искать. Обычно пациенты приезжают к нам в Москву на обследование в наш центр. Мы проводим им всю диагностику, рассказываем, какая будет генетическая диагностика. Забирается кровь у нас в клинике и отправляется в тот центр, в котором мы делаем генетическую диагностику. Обычно генетическая диагностика проводится достаточно долго. Обычно требуется 90 рабочих дней. То есть некоторым пациентам это очень долго, но обычно все-таки наши пациенты с синдромом Петерса имеют возможность ждать. У них нет каких-то очень экстренных вещей, которые нужно срочно решать с помощью генетической диагностики. Поэтому, в общем-то, мы ждем и все наши пациенты получают диагноз. Сейчас эта программа только началась. То есть у нас немного пациентов, в которых мы действительно уже понимаем, что за диагноз. Но у нас много сейчас на этапе диагностики как раз. Потому что программа, в общем-то, не так давно появилась. Мы ждем от вас пациентов. Мы будем рады помочь докторам, если будут какие-то вопросы по пациентам, по генетической диагностике, по наблюдению. И также, если нас смотрят пациенты, мы всегда рады вас видеть. Регистрируйтесь в наших программах, мы можем вам помочь. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok